Приветствую вас и проблему, которую вы описали, я предлагаю разбить на несколько частей, чтобы было легче с ней разобраться. Первая часть, это ваша обидная мужа, и как я понял, до сих пор, вот прошло полгода, значит, до сих пор вы себе нового мужчины не нашли. То есть вы не встретили человека, с которым вы теперь жили бы вместо, после того, как развелись мужем. И это говорит лишь о том, что обида, она мешает вам на данный момент идти дальше, идти вперед. И, соответственно, нужно разобрать ваше отношение с мужем и вообще с его семьей, в частности, со свекровью, чтобы вы смогли наконец отпустить эти эмоции, эти чувства, осознать их правильно, извлечь опыт, и тогда вы смогли бы двигаться дальше, двигаться вперед и обрести свое счастье. Обретя свое счастье, вы перестанете смотреть на мужа, как на призрака своей семьи, прошлой, на призрака своего личного прошлого. И, по сути дела, освободитесь. Значит, что произошло? Произошло следующее. Что мысль мужчина, мало того, что потакал, или, скажем, лучше сказать так, бездействовал, когда свекровь над вами издевалась, так он еще и ничего не мог сказать, слово попереку к ей, когда речь шла о том, чтобы выгнать вас с ребенком, которому на тот момент было очень много лет. То есть, фактически, вы написали, что он был грудной 20 дней. Этот человек не является мужчиной в традиционном смысле этого слова. Этот человек не умеет постоять за себя, не умеет постоять за свою женщину и за своего ребенка. Какие у него, наверное, причины, можно только гадать. Гадать мне бы не хотелось, но, как вариант, это трусость, это безвольность, слабость, избалованность и нежелание принять ответственность за то, что принадлежит тебе, что является твоим, вашим бывшим мужем. То есть, мужчина не хочет принимать ответственность за свою семью на себя. Эту ответственность за него, образно говоря, несет мама. То есть, вот он говорит вам, что, значит, его заставили зениться родителям. Что значит заставили зениться? У вас может быть только одна небольшая поправка, это то, что, ну вот, национальность такая, где по традициям родители выбирают невесту, невесту или жениха своему ребенку. Если такая традиция, то да, с традициями родители, вот этот вопрос, сложный, конечно же. Но в остальном, в остальном, надо сказать, что неправильно. То, что это делает его мама. И вот из-за того, что произошло, фактически, фактически, он обрек вас на, значит, страдания, на боль. И это человек, который явно не достоин того, чтобы называться мужчиной. Его надо пожалеть. Ну, а свекровь ваша, она попросту стремится к тому, чтобы иметь стандартный контроль, чтобы везде контролировать своего сына, и в этом отличается ее смысл жизни. И до тех пор, пока мужчина этого не осознает, ну, можно только пожалеть его настоящего супруга. Можно только пожалеть ее. А дальше, что хочется сказать, это то, что вы не сможете запретить мужчине видеться с ребенком. Потому что, ну, ни один закон не даст вам этого сделать. Препятствием для того, чтобы видеть малыша, может быть только несоответствующее, ненадлежащее поведение мужчины. До тех пор, пока он приходит, пока он видит с ней полчаса в день, вы не можете ему допретить это делать. Тут важен момент, согласно которому, чем быстрее у ребенка появится отец настоящий, то есть не биологический, а фактический, тем лучше будет для нее. А папа, он, ну, пусть приходит, она его все равно не будет воспринимать как такового. Само-же, ну, понятно, что с ребенком надо набрать больше времени, нежели чем, значит, нежели чем, как вы пишете, два раза в неделю, а раз в две недели, на полчаса. При таком раскладе и при возрасте ребенка, он просто не допомнит этого человека в качестве своего отца. Вот, примерно в таком направлении вам нужно двигаться. Если потребуется помощь, на пути можете выбрать эксперта и проработать на проблему. А пока, надеюсь, вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Субтитры создавал DimaTorzok